8 апреля отмечается День российской анимации. Именно в этот день, в 1912 году, широкая публика впервые в истории России увидела анимационную картину. С той поры прошло более века. На мультиках выросло не одно поколение, а индустрия анимации превратилась в большой бизнес. От огромных компаний до небольших полупрофессиональных студий. А новые технологии позволяют сегодня даже самим юным потребителям этой продукции делать первые шаги в этой сфере. Воспитанники детского сада Чебурашка в Твери пробуют себя в мультипликации. Наша съемочная группа увидела работы современных юных аниматоров. Как это происходит, смотрите в нашем сюжете. Все мы знаем, что дети очень любят смотреть мультфильмы. Специалисты подчеркивают, что важно грамотно относиться к подбору анимаций для ребенка и четко контролировать время, которое он проводит у экрана телевизора. Родители в такой ситуации, что они в гонке. Часто они не на одной работе, на двух. Вот это реалии жизни. Это большое искусство для родителя найти время в этой загруженности, когда и мама работает, и папа. И нету бабушек, дедушек часто. Сделать так, чтобы ребенок получал достаточно того, чтобы у него эмоциональный интеллект был высокий. Намного легче дать ему планшет или телефон, чтобы он сидел больше положенных часу в день с перерывом по полчаса. Два часа, три часа. Потому что так проще. В детском саду Чебурашка детей решили вовлечь в творческий мир создание детской анимации. Над съемкой работает целая команда. Кто-то передвигает героев, кто-то снимает, управляя камерой, кто-то озвучивает. Вера – аниматор. У нее самая ответственная роль – оживить всех героев будущего анимационного мультфильма. Чебурашку, крокодила Гену и старуху Шпакляк. Чебурашка поднимал лапку. Ходил. Продукты доставал. Матвей – оператор. Он должен выстроить четкий кадр. Я делала фотографии. Это люди передвигают, а потом это уже в мультик стараются. На создание полноценного короткометражного мультфильма уходит несколько занятий. Дети понимают весь процесс создания анимации, готовы стать сценаристами, режиссерами, операторами и монтажерами. Конечно, декорации предварительно они делают сами. Вот и продукты для магазинов в процессе изготовления. Конечно, вручную. Лук, яблоки, апельсин, желе, молоко, мороженое, соль, вкусняшки, игрушки. Потом необходимо схематично нарисовать раскадровку. Здесь главное не растерять персонажей, последовательно перенеся каждого в следующий кадр. Ну а затем съемка на специальном мультстанке под прицелом фотокамеры. Матвей смотрит все в порядке. Отлично. Беру теперь чуть-чуть, Чебурашку шевели. Он же у нас сейчас будет принимать чуть-чуть его вот так. В кадре будет как живой. Самый долгий процесс и самый кропотливый – это как раз оживление персонажей в мультфильме. Потому что все-таки здесь нужно быть усидчивым, чтобы детки смогли контролировать сам процесс. Отдельно с детками на диктофон озвучиваю персонажа с каждым индивидуально. И потом уже в программе монтажа мы звуковую дорожку подделываем под персонаж. Мультстудия в саду работает первый год. За это время ребята совместно с воспитателями создали уже три анимации. Каждая – познавательная. Концепция нашего детского сада – это культура безопасности с дошкольного возраста. И самое, что близкое ребенку – это мультфильм. И через него мы пытаемся донести какие-то прописные истины, которые, может быть, нам, взрослым, и так понятны. А ребенку, который только узнает этот мир, мы уже создали ряд мультфильмов, которые посвящены дорожной безопасности. У нас есть мультфильм «Безопасность зимой». И сейчас мы работаем над мультфильмом, как раз если ребенок потерялся в супермаркете. И главный герой, естественно, Чебурашка. Через него дети узнают, как быть в той или иной ситуации. Анимация предоставляет большие возможности для развития творческих и речевых способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом которых является реальный продукт самостоятельного творческого труда детей. Подобная деятельность косвенным образом влияет и на раннюю профориентацию дошколят. Кто знает, может, именно с таких занятий для кого-то начнется серьезный путь в мир мультипликации и кино.